Всем привет, мои дорогие друзья! Клоу Майдир Фрэнс, Польша, Краков. Сегодня у нас корник, 5 марта 2024 года. И мама машет нам, скажи, привет. Дождливая погода, очень 9 градусов тепла днем всего лишь. Сейчас еще, наверное, нет, 9 шапку одела я. Уточку сапоги. И мама тоже зимние сапоги одела, да, мама? Да. Потому что прохлада чувствуется, руки подтвердают. Всем желаю хорошего настроения. Ну, а я иду в центр занятости. Ищу себе другую работу, ребята. Потому что все устраивало по зарплате, но очень тяжелая работа была в плане того, что тяжести надо поднимать. Мне можно, да, и ночные смены. Когда я устраивалась на работу, нам говорили, что... Ну, а устраиваемся мы через агентство, не напрямую. Так как язык не знаешь хорошо, и вообще иностранный гражданин устраивается в основном через агентство. У меня все девочки. И вот когда я устраивалась, спросила, что... Вернее, сразу сказала, что я могу поднимать до 10 килограмм. Нужно ли поднимать, будет что-то тяжелее. А девочка сказала нет. А если вдруг нужно, то предупредим, и вы тяжести поднимать не будете. Ну, в итоге приходилось поднимать сначала килограмм 10. Так и было. Потому что разные виды работы были в начале. Немножко легче была работа. А потом тяжелее. Закончилось так. Тот вид работы закончился, которым мы занимались. И пересли на другой. И там нужно было поднимать в итоге, в конце тяжести... Ой, у нас тут зеленый свет, пойдем, мам. Значит, там, где даже пустая тара одна, весила 10 килограмм 800 грамм. Я бы с радостью поднимала, но у меня были очень тяжелые операции, и после которых мне нельзя даже сумки тяжелые. Вот я показываю всем. Я ношу сумку через плечо. Потому что если что-то тяжелое, у меня сразу болит весь живот. Все внутри разрезано. Вот. И... А после вот этих тяжестей приходилось поднимать еще больше тяжести. Весом сколько килограмм? Я вам скажу. В конце концов, это были тяжести 70 килограмм. Представьте, пусть мы это даже поднимали вдвоем. Нужно было поднять вверх до уровня груди. Тяжесть 70 килограмм. Двум женщинам. Представьте, как это. Я терпела до последнего. Сколько могла, столько работала. Но в конце у меня уже стало очень все болеть, и поэтому я оставила эту работу. А перед этим вы видели, какие ожоги на руках поставались. Потому что еще и горячая. Когда-нибудь вам расскажу, что это за работа. С горячим были связаны с высокими температурами. Ну, в общем, пришлось, ребята, поработать. Не заработал, а заработал себе действительно проблем в плане здоровья. Но ничего в итоге и не зарабатываешь. Работаешь от зарплаты до зарплаты, так как минимальная зарплата в Польше с января 2024 года 4242 гривны. В прошлом году это было еще 3... Ой, злотых, простите. 4242 злотых. В прошлом году это было 3600 злотых. В этом поболее. Расскажу вам, на что нам с мамой хватает минимальной зарплаты. Если работает в Польше хотя бы 2 человека взрослых, тогда, конечно, проще. Нам тяжело. Почему? Потому что работаю одна я, мама пенсионерка. Она получает только пенсию на Украине. Ну, как и все украинцы. И все. Это в Польше всего 400 злотых. Это ничто. А я получаю минимальную зарплату. И большая часть этой зарплаты уходит на оплату съемного жилья. Это не супер-пупер какое жилье. Это всего лишь одна маленькая комнатка. Но со своими удобствами. Санузел в комнате. Потом душевая кабина в комнате. Плита без духовки. Ну, нас все устраивает в этой комнате. Хороший ремонт. Все устраивает. Но жилье дорогое. Меня спрашивали по поводу работы. Легко ли в Кракове найти работу? А сейчас очень трудно. Потому что, во-первых, сейчас не сезон. И зимой тоже было трудно найти работу. Не сезон. Обещается с апреля где-то с потеплением больше разных видов работы. И работы сейчас, которые я просматривала, которые требуются, в основном ночные смены. И все, конечно же, с физическим трудом связаны. И то очень-очень мало. Особенно для женщин. Тут мужские. Как-то я смотрела, вакансии больше востребованы. А женские. Вот сейчас еду еще в центр занятости посмотреть. Когда я только приехала в Польшу в прошлом году с мамой, то мне повезло найти работу сразу. Как я только немного адаптировалась, сделали основные документы. Я пошла в то заведение, которое я предположительно понимала, где меня могут взять. И постучавшись уже в третью дверь, меня сразу же взяли на ту работу. Ну, а также отправили, работодатель отправил, я шла напрямую. Очень плохо зная польский язык, работодатель меня поняла. И отправила, дала ему телефонное агентство, через агентство нашего украинского мальчика. Тут в агентствах работают все украинцы. Меня взяли. Ну, так как та работа первая была сезонная, поэтому поработала я где-то около полугода. Все устраивало, но сезонность работы. Некоторые нюансы связаны с человеческим фактором. Это уже когда-то позже я вам все расскажу. Ну, а сейчас отправляемся в центр занятости. И узнаем, какие же вакансии есть для нас, украинцев, которые плохо знают польский язык. Но сейчас я уже лучше его знаю. Сказать могу чуть-чуть меньше, чем понимаю. Но все-таки уже более адаптированно в этом плане. Иду в ужин в прате. Дорога здесь, как всегда. Вот тут я была три месяца назад, перед тем, как эту работу искала. Но нашла ее не через ужин в прате, а самостоятельно, по группам. Вот так вот нужно идти-идти. И сейчас дождик прошел. Хорошо, что засыпали кирпичами битыми. А так бы вся обувь была бы грязная. Еще хочу сказать по поводу своей предыдущей работы. Работодатель, вернее, девушка, которая работает в агентстве, она, конечно, молодец, предоставила работу, оплачивали все регулярно. Но то, что не говорят все нюансы по поводу смен, например. Нам говорили, что это будет первая и вторая смена чередоваться. А на самом деле мы одну недельку поработали. Я и эти девчонки, которые пришли до меня и после. А потом мы все время работали только во вторую смену. А во вторую смену положена и оплата совершенно другая. Это ночная смена, с 6 вечера до 6 утра почти. Иногда 12 часов мы работали, иногда 10, до 4. Если до 4 ночи, представьте, добираться развозки нет. Мы доезжали своим транспортом, кто мог. Кого забирали родственники на машине. А кому, таким как я, приходилось ехать на такси. Вот представьте, 4 часа ночи. Сначала я поездила пару раз. А общественным транспортом на ночной развозке. Подъезжаю на остановку, стою одна ночь. Другая страна. Там то один подошел. Можно пеньонзы. То другое. Я решила, что я буду ездить на такси. Такси стоит 21-23 злотых. Но, извините меня, каждый день ездить на такси, это у меня вышло около 600 злотых в месяц только на такси. Это очень дорого. Потому что я считаю, что жизнь и здоровье важнее, чем деньги. Мы сюда не зарабатывать приехали. Мы сюда приехали от войны. Из такого города прифронтового, приграничного, где постоянно шли в бои. Поэтому жить там невозможно. И вот представьте, у меня не было даже одного полного выходного. В пятницу это был шестой рабочий день. Потому что начиналась неделя с воскресенья. В воскресенье, понедельник, вторник, всегда четверг, пятница, шестой рабочий день. С шести вечера до, получается, четырех, если десять часов, до четырех утра. Какого дня? Следующего, да? И получается, что вечером уже воскресенье нужно выходить на работу. Вот я в четыре часа субботы прихожу, полдня сплю. Или там, допустим, смотря сколько часов. И на следующий день уже нужно выходить на работу. Ну, в общем, это что попало, называется. И организм, конечно, очень изношенный. Лицо вы видели какое у меня было исхудалое, замученное. Вот это. Да. Додаткова ничего не оплачивалась. То есть она зарабатывала, работодавец, получается. Ну, как и везде. Ничего нового. Вернее, не работодатель, а агентство. Так, чтобы прийти к агенции праце, вот покажу вам, какой участок дороги надо еще пройти. Вот он там находится. Строительные работы очень долго ведутся и тщательно. Пани впереди пошла. У нее спрашиваю, у Пани тоже шукаю работу. Она, кажется, так, окажет, кем Пани працевала. Она, кажется, я не працевала, окажет, с детками сидела. Ой, вот там, ребята, лучше дорога была, чем здесь. Вот грязь такая, но попытаюсь пройти как-то. Да, дорожка, конечно, здесь мечта поэта. В 11-й праце есть вот такие вот экранчики, где пишешь, кем ты хочешь работать. И выбираешься, ты листаешь в ракансе. И так, вот так получается. И вот пишет, какая работа, сколько денег оплачивается, какая зарплата. Так, вышла вот я от Пани. Она мне дала несколько листочков с различными вариантами работы. А что я вам хочу сказать, ребята. После того, как я вышла из бюро праце, какие у меня впечатления. Очень хорошо консультировала меня девушка по поводу... Она думала, что я регистрироваться как безработная пришла. Но я не хочу регистрироваться как безработная, потому что я хочу за считанные дни найти снова себе работу. Значит, она мне дала... Я сказала, что у меня есть два диплома. Но для того, чтобы их подтвердить, в этом году выделена большая сумма денег для того, чтобы украинцы могли подтвердить свои дипломы в Польше. Но для этого нужно зарегистрироваться как безработные, стать на биржу. И также нужно иметь свои средства, чтобы оплачивать жилье. Так как вам никто ничего не будет платить. Вы просто заходите, занимайтесь. И польский язык нужно учить самостоятельно. То есть вам помогут их подтвердить. Но вот как мне объяснили, польский язык нужно все равно знать досконало. Даже там сюда же пришла женщина, она стоматолог. Вот она очень много всего подтвердила. Но польский язык она знает очень плохо. Хотя и учила его, и в полицеальной школе его учила два года. Но недостаточно хорошо знает, и поэтому она не может работать с томатологом. По тем распечаткам, которые мне дала консультант, я уже перезвонила по нескольким вариантам. Значит, всего два готовы со мной встретиться завтра. Одного я сама исключила, так как маленькая зарплата, мне нужна хотя бы минимальная зарплата, как я говорила, чтобы оплачивать жилье и покупать питание. Не мивину, потому что мы сюда не на заработки приехали, экономить и назад уехать. Мы живем, так как нам негде сейчас жить. Ну и одновременно с этим я буду продолжать искать самостоятельно работу. Дали мне варианты, вернее ссылку, по которой я буду переходить и искать себе работу. В общем, так, ребята. А раньше можно было в группах найти, сейчас я в группах ничего не нахожусь, так как я вам уже ранее и говорила. Всем спасибо за ваше внимание, за наши просмотры, лайки, комментарии, добрые пожелания. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, и мне желайте тоже всего хорошего, чтобы я нашла работу. А самое главное, поскорее пусть наступит мир на нашей земле, чтобы мы могли на своем языке разговаривать, учить своих детей под мирным небом, и чтобы все у всех у нас было хорошо. До скорой встречи, и всем пока-пока! Что еще я хочу сказать, ребята? Вот я зашла сегодня в центр занятости, и хочу сказать, что там сидит очень много народу, в том числе и из Украины. Вот по моему опыту, в прошлый раз, когда я остановилась на биржу труда, мне сказали, придите в следующий раз. В следующий раз, это почти через месяц. То есть вакансии мне не помогали искать, а, так понятно, я должна была самостоятельно искать. Вот таким образом не подбирали. То есть люди сидят, регистрируются, но может у них какие-то другие цели, но для тех, кто хочет, хочу сказать, найти именно работу, не обязательно регистрироваться в центре занятости, потому что эта регистрация ничего не даст. Когда стоишь, будучи зарегистрированным в Польше, если проработал меньше полутора лет, то ничего не платится от биржи. Совершенно. Только если больше полутора лет проработал. Или год, по-моему, или даже меньше, надо пересмотреть, в странах Евросоюза. Поэтому я пришла, не регистрируясь как безработная, а выбрала, попросила помочь мне найти, сама искала. И думаю, что будет результат. Надеюсь на это. Ребята, пришли мы уже домой, и я вспомнила еще один нюанс. Это к тому, что требуется еще для того, чтобы работать в Польше. Сейчас везде, где не зайдешь, просят CV. CV – это резюме. Я сначала не понимала, они говорят, есть CV, а я не пойму, что они от меня хотят. А оказывается, хотят резюме. Вот видите, картина у нас такая, на стене висит, красивая. Требуется резюме. Резюме надо писать по правилам. Смотрю, что и фотографию нужно прикреплять. Ну, не знаю, понесу, какое я пока сама напишу. Первый раз от руки, ну, по правилам в интернете посмотрю, как следует. Но вообще, нужно грамотно писать. Специальные люди, которые помогают, правильно написать резюме. Это визитная карточка самого человека. И сейчас без него никуда, как оказывается. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...